Итак, сегодня в регионе большой спортивный праздник, 70 лет областному хоккею. По случаю юбилея на Советской площади Ярославля состоялся матч «Легенд СССР» против ветеранов «Локомотива». Игра завершилась буквально несколько минут назад. Первый Ярославский обеспечивал прямую трансляцию в интернет. Она закреплена в нашей официальной группе ВКонтакте. В эфире телеканала, смотрите ее сразу по окончанию нашей программы. Ну а за ходом звездного поединка следил мой коллега Владимир Лютуновский. Он выходит на прямую связь со студией. Владимир, я тебя приветствую. Итак, с каким же счетом завершился матч и насколько зрелищным получился поединок? Да, Александр, приветствую тебя. Матч «Легенд», скажем так, завершился на Советской площади буквально 10-15 минут назад. Сейчас здесь уже все приходит в привычное русло, начинается массовое катание. Но вот счет на табло 8-8 еще напоминает об этом звездном поединке. Ну все завершилось, как ты понимаешь, дружбой. Да, матч не сказать, что был слишком зрелищным, но тем не менее звезд на льду хватало. Приехали и Павел Буре, и Сергей Федоров, и Алексей Морозов, Алексей Касатонов, многие-многие-многие другие. Конечно же, собралась большая плеяда ветеранов Ярославского локомотива Александр Ардашев, Владимир Самылин, Дмитрий Красоткин, Андрей Коваленко. В составе команды ветеранов локомотива сыграл и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Он, кстати, отметился хет-триком. Ну, для тех, кто не побывал сегодня на Советской площади и не увидел матч вживую, телеканал «Первый Ярославский» покажет этот поединок в записи. Он начнется сразу по окончанию выпуска этого выпуска дня в событиях, 19.30. Александра? Владимир, а много ли зрителей было на Советской площади? Ну, нужно отметить, что несмотря на такой будний день, да, не совсем, наверное, удобное время, 17.30, на Советской площади собралось достаточно болельщиков, достаточно людей. Кто-то приходил, уходил, так скажем, менялось количество болельщиков. Кто-то предпочел смотреть поединок по экрану, кто-то, конечно же, был прикован к ледовой площадке, смотрел через стекло, пытался поймать звезд. Нам удалось пообщаться перед матчем с несколькими болельщиками. Они, конечно же, больше всего хотели увидеть Павла Буре, но вот Павел Буре, к сожалению, на лед так и не вышел. Но, тем не менее, сфотографироваться, взять автографы у легендарной русской ракеты, у болельщиков, у ярославцев была. Александра? Да, Владимир, спасибо. На прямой связи со студией был Владимир Литиновский. Он находится на Советской площади, где несколько минут назад завершился матч легенд. По случаю 70-летия хоккея в Ярославской области не пропустите его в эфире нашего телеканала по завершению выпуска.